В столице Среднего Урала возобновлена деятельность Екатеринбургского отделения Всемирного Русского Народного Собора. По этому случаю регион посетил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протерей Всеволод Чаплин. Сегодня в Духовно-просветительском центре Царский состоялось собрание Екатеринбургского отделения собора. Слово Надежде Калининой. Всемирный Русский Собор появился в 1993 году с целью объединения общественной и церковной жизни. Организацию возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который несколько лет назад благословил создание региональных объединений Всемирного Русского Собора. Собрание Всемирного Русского Собора возглавил правящий архиерей Екатеринбургской епархии. После открытия заседания к собравшимся обратился протерей Всеволод Чаплин. Православные миряне – это то сообщество, которое имеет полное право именно в качестве христиан участвовать во всей сфере жизни государства и общества и влиять на все эти сферы. Сегодня православные государства, идеи православные воины, православные писатели, православные предприниматели, православные художники, православные педагоги, православные длительные навыки – это глубоко органичное для нашего народа явление. Екатеринбургское отделение Собора было создано в 2007 году. И с того времени оно реализовало несколько важных проектов. Эта активная деятельность в епархии будет продолжаться. Мне бы хотелось попросить всех вас, чтобы мы с вами все-таки создали хорошую, добрую организацию на нашей территории, которая бы занималась именно укреплением российской государственности, духовно-нравственных отношений и всем тем, что может из каждого из вас сделать на каждом своем блоге. На заседании многие спикеры говорили о важности возобновления деятельности Собора, его активной работы в содействии духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России и русского народа, а также укреплению государственности. Кроме того, многие подчеркивали необходимость активной работы в региональных отделениях. В президиуму Собора Святейши Петра, как глава, неоднократно подчеркивала, что рост и развитие Собора как общественной организации должен происходить снизу. Это организация, которая может строиться сверху по указке. В заседании также приняли участие глава Нижне-Тагильской епархии, епископ Иннокентий, священнослужители Екатеринбургской митрополии, политики, предприниматели и представители общественности. В настоящее время Всемирно-Русский народный собор – это площадка и место людей, объединенных общей целью – заботой о будущем России. Следующее заседание Екатеринбургского отделения планируется провести в ноябре этого года.